Три. Всем здравствуйте, дорогие ветеринарные врачи. Сегодня я бы хотела с вами поговорить о такой довольно-таки важной теме, как психогенные заболевания у кошек. И методы коррекции состояния стресса и эндогенных состояний, которые вызывают стресс у кошек. Как мы можем проконтролировать и взаимодействовать с нашим животным. Актомные вопросы на сегодняшний день. Какие же все-таки существуют психопатологические состояния у кошек? Какой механизм возникновения и влияние на организм? Есть ли все-таки психиатрия ветеринарии? Какие препараты мы можем использовать? Стресс и самоповреждение у кошки. И возможно ли выздоровление, либо же как нам войти в эмиссию, чтобы наше животное жило нормально, полноценной жизнью. Что же становится стресс-фактором для нашей кошки? Ну, кошки у нас вообще животное, как все говорят, с отдельной планеты. Я хочу есть, дали корм, я не голоден. Эта картинка нам показывает как бы все. То есть стресс-фактором для кошки может стать абсолютно любое изменение в образе жизни кошки. То есть хозяин раньше перешел с работы, хозяин позже перешел с работы. На 15 минут позже покормили. Для нас уже стресс-фактор. Если же в дом приходят, либо же люди, новые члены семьи, рождаются ребенок. Для кошки это становится очень большим стрессом. Другие животные также негативно влияют на психологическое состояние нашего животного. И, конечно же, шум, ремонт, факторы внешней среды. Какие признаки стресса владелец может заметить у животного? Ну, во-первых, они разделяются на две такие группы. Это внешние признаки, такие вот внешние поведенческие, с которыми чаще всего приходит владелец в клинику. Либо же мы видим у наших животных на стационаре. И это признаки, которые уже затрагивают системы организма. И возникают болезни нашего животного. К поведенческим это можно отнести такие, что вот кошечка постоянно прячется где-то под диванами. Она забиваться не хочет, чтобы ее видеть. Может также быть чрезмерный грумин. То есть животное себя чрезмерно вылизывает. Поскольку уже у кошки очень шашавый язык, она испытывает зуд, как правило, и начинает себя вылизывать. Либо же зуда может не быть, кошка просто себя чрезмерно вылизывает. Также может быть изменение в аппетите. То есть кошка как перестает кушать, также у нее может быть полифагия. Также мы можем заметить внешние признаки. Это положение тела меняется. Кошка, как правило, прижимается ближе к земле, прижимает ушки. По зрачкам можно увидеть расширенные зрачки, как правило. Согнута голова. То есть такая позиция, когда кошка либо же охотится в природе, либо же прячется. Это очень хорошо можно увидеть. Из нарушений, которые возникают в организме, это, во-первых, нарушение мочеиспускания. Это симптомы, которые наблюдаются при циститах. То есть при любом цистите могут наблюдаться такие симптомы. Но стресс-индуцированный цистит – это идиопатический цистит, о котором я вам расскажу позже. Изменение функции ЖКТ, как правило, проявляется в синдроме раздраженного кишечника. То есть животное может ходить чаще в туалет, и у него отмечаться может диарея. Также могут отмечаться задержки дефекации. И, как я уже сказала, по поводу аппетита хотелось бы отметить анорексию, которая намного чаще, чем полифагия. Наблюдают все-таки кошечки. Также повышение частоты сердечных сокращений, повышение дыхания, учащение сердцебиения можно заметить. И иногда даже можно заметить диспно данных кошечек. Поскольку во время действия стресс-фактора активизируется абсолютно все системы организма, надпочечники выделяют такой гормон, как кортизол. Я уже написала, что активация идет абсолютно всех систем организма. Активация в негативную сторону, к сожалению. То есть если стресс-фактор минимальный, то есть он может как-то мобилизировать животное, чтобы оно приспособилось к жизни во внешней среде. Но если стресс-фактор хронический, либо же сила стресса довольно-таки высокая, влияние на организм негативное. Ну, хотелось бы немножечко рассказать обе истории, что это не просто все так выдумано мной, либо же там по наблюдениям. На самом деле историю влияния стресса у кошек исследовали довольно-таки давно. То есть есть такое руководство как ДСМ, то есть диагностическое, статистическое руководство по психическим расстройствам у людей. На самом деле можно заметить очень много заболеваний, которые встречаются у наших кошек. Я вам о них расскажу детально, и встречаются и у людей. То есть мы по ДСМ можем идти и моделировать заболевания для кошек. Конечно, запроводилось многочисленное исследование препаратов, адаптированных как для животных, так и для людей. Начинаю с более лайтовых препаратов, которые базируются на различных аминокислотах, на различных растительных компонентах, которые тщательно тестировались на кошках, потому что для кошки любой растительный компонент может стать токсичным, так и различные антидепрессанты, транквилизаторы и противосудорожные препараты, которые сейчас успешно применяются в ветеринарии. Первые публикации, они вышли еще в 1991 году, вы видите авторов этих публикаций, это были публикации по дерматиту у кошек. Дерматит вследствие разлизывания, то есть самоповреждающая аллопеция, которая была диагностирована у кошек и которая возникла вследствие стресса. Ну, начнем, пожалуй, действительно с аллопеции. У кошечек и вообще у всех животных наблюдается три стадии груминга. Когда кошка хочет себя вылезать, то есть груминг вообще это акт, который совершается животное с целью навести порядок, грубо говоря. Ну, грубо говоря, как у человека расчиснуться, так животное приводит себя в порядок. Первое – это возбуждение аппетита, то есть животное принюхивается к себе, к своей шерсти, коже. Второе – это потребление пищи, то есть захват и слизывание. По аналогии с потреблением пищи, когда кошечка принюхивается к себе, она понимает, что здесь, на данном участке тела появился какой-то посторонний запах, который нужно из себя убрать, она начинает вылизываться. После этого стадия длится, ну, в среднем минут 10-15, у некоторых кошечек подольше, это нормально, и наблюдается отдых. Мне важно это было проговорить в контексте того, что если у нас наблюдается чрезмерный груминг у животного, то стадии отдыха они значительно укорачиваются, груминг становится навязчивым состоянием. Какие же все-таки дерматологические состояния, связанные со стрессом, наблюдаются? Первое – это психогенная лапеция. Второе – это очень интересное состояние, пациент, с которым ко мне наблюдался. То есть это был даже не пациент, это было мое родное животное тогда, наверное, лет 15 назад, о котором я еще тогда вообще не знала об этом состоянии. Но при подготовке материала и в клинической практике я нашла довольно-таки много публикаций, что действительно такой синдром есть. Это называется wool-сайкин-синдром, то есть груминг несъедобных предметов. Это было кошком, которое потребляло ткань. То есть можно было найти, wool – это у нас волок, то есть животное ело ткани, либо же она съедала, ну, начиналось все из того, что кошка просто съедала, проедала дыры в шарфах, либо же зонтика в чем-то, в какой-то ткани. То есть для меня остается загадкой, как у нас не возникло закупорки кишечника, потому что кошка была моя, родная, как бы, ну, она с этим прожила, и все было, в принципе, ну, нормально с точки зрения, как бы, семьи, но с точки зрения кошки, наверное, не очень, потому что кошка была в состоянии тревоги постоянной, мы это понимаем. Это преследование самоповреждения хвоста. Такое поведение также наблюдается у собачек, когда они могут, ну, не только хвост, а какую-то часть своего тела, по ощущениям, как бы не могут найти ей применение, то есть преследуют свои собственные части тела. И диапатический язвенный дерматит, о котором я вам расскажу немножечко попозже, который тоже возникает в связи с самоповреждением. И то есть Кэт-синдром, это когда, можно сказать, животное, новый синдром, он такой описан, когда маленькие дети есть, как бы, в семье, они с кошкой взаимодействуют, как с игрушкой. То есть возят ее в колясках, там нянчатся с ней. Кошка испытывает постоянный стресс вследствие этого, поэтому был назван такой синдром, как то есть Кэт-синдром, то есть кошка-игрушка. Кошка в результате этого испытывает постоянный стресс. Но причем это, как правило, наблюдается в семье, где есть дети. Как же все-таки возникает хронический стресс, то есть патогенез? Первое звено – это гипоталамус. Гипоталамус у нас выделяет картикотерапин-релизинг гормон, который вследствие выделения данного гормона у нас возникает хроническая депрессия кошки. То есть хроническое внетение состояния, когда кошка может прятаться, вы ее можете не видеть, кошка в состоянии депрессии. Все признаки, которые я перечислила ранее, которые относятся к стрессу, они наблюдаются. Потом, гормоны, которые также влияют, это те гормоны, которые выделяются наточниками. Второе звено – это норадреналин и адреналин. То есть функция этих гормонов – это би-ли-беги. Они вызывают би-ли-беги, то есть защитная реакция организма. У людей это может сопровождаться такими симптомами, как панические атаки. У кошек это вызывает возникновение страха и тревоги. Правила страха и тревога на хронической основе. Также выделяется, когда гипоталамусом выделяется катикатропин-релизин гормон, выделяется АКТГ, гормон адренокатикатропный, и возникает стресс-индуцированное состояние. Также важно сказать, что на фоне стресса наблюдаются изменения в иммунной системе организма. Почему мы говорим, что очень часто кошечка вакцинирована у нас, у нее наблюдается система герпес-вирусной, допустим, инфекции, либо же колециевирусной инфекции, то есть рецидив. Мы спрашиваем всегда, был ли какой-то стресс, потому что возникает, уже было доказано, что довольно стойкие изменения в иммунной системе. То есть происходит иммуносупрессия и тренотрахиит у кошки, либо же другие заболевания, рецидив других заболеваний инфекционных, которые тоже связаны со стрессом. Было замечено, что в развитии таких состояний имеют факторы генетическая предрасположенность. Это не доказано, но все-таки исследование проводилось. То есть вы видите четыре гена, которые играют все-таки роль в такой гиперчувствительности, гиперчувствительности организма к стрессу. То есть на самом деле у людей это уже было, то есть были проведены генетические исследования и выделены участки на хромосомах, участки, которые отвечают на возникновение за возникновение различных депрессивных состояний, различных тревожных состояний и также эпилепсии, то есть эпилептической активности головного мозга. У кошек и у собак это, к сожалению, на данный момент не до конца изучено. Я даже занималась, для меня это очень актуально в гуманной медицине, то есть чтобы найти лабораторию и проводить данные исследования у людей, то есть брать какой-то генетический материал, либо же кровь, либо же слюну, чтобы провести исследование, и у ребенка пары не возникло психогенных нарушений, то есть данных психиатрических нарушений. Я нашла только одну лабораторию, которая проводит подобные исследования и берет материал, то есть яциклетки матери и сперму отца, сперматозоиды отца, чтобы эмбрион не получал данных генов. Но, к сожалению, в психиатрии это не настолько развито. Данная лаборатория находится на Северном Кипре, то есть в принципе можно проводить исследования на различные гены. Но я очень надеюсь, что в скором времени я подала уже туда запрос, такие исследования будут проводиться и в психиатрии. Это было бы, конечно, идеально. Но мне важно сказать, что генетика генетика, но любое заболевание, даже если к нему есть предрасположенность генетическая, особенно в психиатрии, на него влияет первое – это генетика, второе – это факторы внешней среды. То есть если животное не будет подвергаться стресс-факторам внешней среды, если будет проводиться коррекция со стороны владельца, то есть не будет триггеров каких-то, то состояние психиатрического кошки не разведется. Это важно помнить. Это важно помнить как в контексте людей, так и в контексте кошек. Итак, вернемся к нашей лапеции. Куда у нас происходит навязчивый грумин, то есть кошка чрезмерно из себя вылизывает. Это приводит к двум состояниям. Первое – это эмоционально острое напряжение, что в свою очередь приводит к повышению хронической тревоги. То есть постоянное острое напряжение, хроническая тревога, депрессия, кошка находится в хроническом стрессе, самоповреждение. Порочный круг эндорфинов. Дело в том, что эндорфины – это гормоны, которые отвечают у нас за состояние приподнятости настроения. Это всем известный серотонин. Также к серотонинам и другие эндорфины гормоны относятся окситоцин. То есть это гормон привязанности, который выделяется с молоком матери уже и который снижает стресс у матери, потому что она, грубо говоря, сосредоточена только на своем ребенке. И факторы внешней среды для нее не являются такими стрессовыми тревога, соответственно, снижаются. Соответственно, чтобы вы лучше понимали, я хотела бы провести аналогию с людьми. Когда люди испытывают тревогу, они начинают заедать. То есть они начинают либо же есть больше, либо же заедать тревогу свою. У них выделяется в данный момент эндорфин. Точно так же кошка. Она вылизывает себя. Эндорфин высвобождается. У нее начинается снижение восприятия боли. То есть кошке хорошо. Она не чувствует каких-то реакций. Если же у животного вместе с этим наблюдается нейрогенная ката-боль, она не чувствует эту боль. Либо же у нее, она когда сосредоточена на грумингу, у нее проходит тревога. Но вместе с тем, когда она, вот это вот позитивное чувство, оно подкрепляется у кошки, она теряет контроль над интенсивностью вылизывания и сама себя повреждает. И, соответственно, мы видим повреждения кожи. Это уже то, что мы можем увидеть вследствие вот этого вот интенсивного груминга, который кошка сама себе сделала. То есть повреждения, которые она сама себе нанесла. Но она себе их нанесла не просто так, а потому что в момент начала груминга у нее выделились эндорфины, она почувствовала позитивную реакцию, и она не смогла, грубо говоря, остановиться. Порочный круг замкнулся. Диагностика. Как же мы можем отдиагностировать психогенную аллопецию от других терматологических состояний? Ну, во-первых, осмотр, биохимия, гематология и вирусный скрин. То есть сначала, как и в контексте любого абсолютно заболевания, любой системы организма, мы должны провести физиакальный осмотр, расспросить владельцев об анамнезе и взять анализы на некоторые вирусы, которые также могут влиять. Ну, то есть у любой кошки должен быть статус на носительство иммунодефицита лейкоза. Также на коже это фейс дерматит, дерматитис, то есть дерматит, ассоциированный на морде, который может быть связан с вирусом герпес, вирусом кожи. Важно также взять под контроль данный вирус. Папилломовирус также может играть роль в возникновении повреждений на коже и различные виды онкологических заболеваний, которые также важно провести в цитологическое исследование. Также мы банально исключаем тот же лишай, мы проводим трехограммный онкологический пассив, поверхностные глубокие соскобы, потому что чрезмерный зуб могут вызывать паразитарные агенты, такие как гати, демодекс катои, также биопсия кожи, то есть берем панчи, делаем биопсию кожи, панч-биопсию, чтобы посмотреть, нет ли у нас каких-то заболеваний неопластического характера, либо же других заболеваний, которые могут вызывать чрезмерный зуд, либо же повреждения кожи, то есть даже не связаны с грумингом, либо же связаны. Исключающая диета. Это исключаем блошино-аллергический дерматит, то есть обработка от блох один раз в три недели самой у кошки, обработка терапии и обработка помещения, в которых живет кошка. Это или эллиминационная диета, то есть один вид белка, один вид углеводов, также гидролизаты протеинов можно использовать, чтобы чить пищевую аллергию. С последующей провокацией потом, чтобы мы понимали, действительно ли имеет место пищевая аллергия или же нет. И если же все это, то есть фейл, значит у нас нет улучшения на противопаразитарной обработке хино-диете, мы берем под контроль атопический дерматит, то есть мы уже назначаем специфические препараты, то есть препаратом первого выбора является пенизолон, потом мы можем переходить на препараты по типу апопелия, либо же по типу циклоспорина. Это первое, что я хотела сказать, и если же присутствует на поврежденных участках кожи, присутствует вторичная микрофлора, конечно же мы назначаем антибиотикотерапию. Эллиминационная диета, также важно сказать, что должна быть как минимум 8 недель, то есть мы говорим владельцам, что 8 недель кошка должна сидеть только на диете и получать воду. Абиссимно-компульсивное расстройство. Абиссимно-компульсивное расстройство, оно очень хорошо описано у людей, но также оно может наблюдаться у кошек, что доказано. Оно разделяется на такие три большие группы, три большие группы клинических симптомов. Первое это поведенческие, сюда же мы включаем нашу психогенную лапецию, кусание когтей, либо же кусание вылизывания пальцев, это можно заметить также у собак, акролак, дерматитис, и расчесывание кожи в области головы и шеи. Второе это неврологические галлюциногенные локомоторные нарушения. Это эпизоды преследования, то есть кошка может постоянно ходить, а для 20 назад вроде кто-то преследует, либо же бегать за своим хвостом, как я вам рассказывала ранее. Гиперэстезия кошки, то есть мы можем наблюдать такие симптомы, вот кошка в спокойном состоянии, и вроде ее что-то укусило, а она быстро себя пытается полизать. То есть опять-таки здесь важно дифференцировать, нет ли у кошки банальный блок, нет ли у нее блошиного аллергического дерматита. И постоянная осторожность у кошки. Также нарушение пищевого поведения. Это может быть чрезмерное вылизывание, аллатриофагия, то есть поедание несъедобных предметов. И полидепсия. Здесь я хотела сказать о полифагии, то есть повышенном аппетите, которое может наблюдаться у кошки. Полидепсия также, кстати, может наблюдаться, повышенное потребление воды, но все-таки реже. Все-таки полифагия может быть чаще, но на первом месте я бы поставила у кошек все-таки снижение аппетита, а не повышение. Синдром гиперэстезии кошек. Причины, которые приводят к данному синдрому, они, это две группы причин, это компульсивные и просто неврологические причины. То есть все-таки неврологический компонент имеет место быть. Поэтому перед тем, как мы ставим синдром гиперэстезии, нам важно все-таки провести кошечки неврологические, неврологическое обследование, чтобы исключить повреждения спинного мозга на каком-то из участков, и проверить все нервы, как черепно-мозговые нервы, так и периферические нервы, поражения. Если же у нас происходит синдром гиперэстезии, мы видим ответ на минимальную симуляцию. То есть буквально прикосновение кошки пальцами, либо же зажимом просто к шерсти уже у нас возникает. С симуляцией кошка проявляет компульсивное поведение, даже если нету триггеров к данному поведению. Следующая группа заболеваний – это заболевания мочевыделительной системы. Проявлением такого заболевания является диапатический цистит кошек, с которым мы очень хорошо все знакомы с вами. Аналогом этого заболевания является стерильный интерстициальный цистит у людей. Это нарушение, связанное с воспалением нижнего отдела мочевыделительной системы, и неинфекционной природы. Здесь важно сказать, что симптомы клинические у нас будут довольно-таки стандартные для всех заболеваний мочевыделительной системы. Это гематурея, палакиурея, странгурия. То есть животное часто писает, как к нам приходят владельцы, рассказывают. Кошка часто сидит на лоток, но продуктивности никакой нет. То есть она не может пописать либо же моча маленькими каплями. Мы опять-таки проводим полную диагностику. Сначала мы сдаем анализ мочи, смотрим, присутствуют ли у нас какие-то признаки воспалительного процесса. Есть ли у нас гематурия, пиурия, кристалурия. Либо же у солнцова очень часто может наблюдаться мочекаменная болезнь, это чрезмерное скопление осадка в мочевом пузыре, что очень важно взять под контроль. Если же все в норме, мы смотрим по физические причины и нейромышечные причины. То есть, возможно, у животного есть какие-то повреждения в нервах, которые, проводящих нервах, которые отвечают за иннервацию мочевого пузыря. Это очень важно как бы расспросить, владельца была ли какая-то травма, что могла вызвать проблемы с мочеиспусканием у животного. Потом мы проводим бак-посев у животного. Если же мы видим какие-то предпосылки к бактериям, то есть мы видим на микроскопии осадка мочи, мы видим бактерии, мы проводим бак-посев. До бак-посева мы можем эмпирически, чтобы животному облегчить состояние, значит, антибиотик первого выбора – это амоксицелин с флавлоновой кислотой, и после бак-посева мы уже меняем антибиотик или же не меняем антибиотик, в зависимости от культуры, которая у нас высеется. Конечно же, мы проводим визуальную диагностику брюшной полости, также рентген-диагностику тоже стоит провести, потому что нефролиты мы можем увидеть, либо же уролиты, то есть камни, которые являются рентген-контрастными, и потом уже анализ этих камней, если же они есть. Также иногда нам может понадобиться эндоскопия или же гистоморфологический анализ. Также если у нас есть подозрения на плоскоклеточный, допустим, рак мочевого пузыря, важно сказать в этом контексте, что два вида рака, которые могут метастазировать при заборе материала с данных опухолей, то есть при тонкоогонной биопсии, это плоскоклеточный, это переходно-клеточный рак мочевого пузыря, и это меланома. Поэтому, чтобы диагностировать рак мочевого пузыря, нам достаточно взять мочу, отцентрифугировать ее и гиститологу отправить осадок, осадок, который мы получим. На данной картинке, на данном фото вы видите эндоскопическую картину интерстационного цистита. То есть вы видите, насколько повреждена самая слизистая мочевого пузыря. У данной кошечки был идиопатический цистит, и вот такая вот картинка, когда слизистая вся в кровоизлияниях, пронизана сосудами. Вот так вот это все выглядело. Хотелось бы остановиться на том, почему все-таки возникает данное заболевание. Есть такой ученок, Тони Баффинтон, который описал идиопатический цистит Коша как синдром Пандоры. То есть это сундук Пандоры, который мы открываем, никогда не зная, что мы увидим. То есть на самом деле это заболевание не только мочевыделительной системы, это заболевание, которое имеет нейроэндокринную природу. То есть, во-первых, чтобы поставить данный диагноз, мы не индифицируем какую-либо конкретную причину возникновения. То есть нету причины возникновения, мы не можем найти. Второе, это вовлечены несколько систем организма за пределами пораженного органа. Итак, я немножечко прокомментирую эту схему, потому что она довольно-таки интересная. Значит, когда у нас возникают симптомы идиопатического цистита, у нас, соответственно, мочевой пузырь у нас покрывается, слизистая мочевая пузыря, она у нас покрыта слоем гликозамин гликанов, который защищает стенку мочевого пузыря от воздействия мочи. Соответственно, на головной мозг у нас действует какой-то стресс-фактор. И я сейчас вам расскажу немножечко, ну, поподробнее, начиная, наверное, все-таки от мочевого пузыря, так будет понятно. Снижается концентрация гликозамин гликанов при контакте с мочой, повышается чувствительность нервных окончаний под слизистой оболочкой мочевого пузыря, что вызывает болевую реакцию у кошки. Соответственно, мы видим симптомы стран пулии и полакиурии у данной кошки. Данная болевая реакция проходит через центральную нервную систему. У нас высвобождаются нервные трансмиттеры и нейромедиаторы воспаления и субстанция П. И вместе с гистамином в результате геморрагии. То есть возникает гликозамин гликанов, слое гликозамин гликанов нарушается, возникают геморрагии в последствии с оболочки мочевого пузыря, которую вы видели на фото из предыдущего слайда. И мы видим геморрагии. Соответственно, высвобождаются гистамины и субстанция П. Все это вместе стимулирует сокращение мышечной ткани. Поэтому мы видим клинические симптомы. И также важно сказать, что это все происходит в результате оксивации ганглии дорсальных корешков спинного мозга. Поэтому вы видите, насколько все-таки комплексная система возникновения симптомов, которые мы видим только списывая на мочевыделительную систему. То есть все начинается намного раньше. Все начинается с подействия стресса на кору головного мозга. К тому же по ганглиям ниже, почувствительным импульсом проходит к мочевому пузырю. По поводу лечения идиопатического ацистита мне бы хотелось сказать, что на самом деле, когда мы убираем стресс-фактор, даже без какой-либо медикаментозной терапии, просто убирая стресс, исчезновение клинических симптомов может происходить самостоятельно в течение двух-три дней. Это очень важно проговорить с владельцами, потому что на самом деле, ну как бы мы проводим все манипуляции, чтобы облегчить состояние животного. Но одна только модификация внешней среды и устранение стресс-фактора убирает симптомы на второй-третий день. Это было доказано. Важно сказать, что мы проводим анальгезию, то есть препаратами выбора, это может быть банально бупренорфин, ботомидор, и также можно использовать НПВС, то есть в стандартных дозировочках мы берем тот же метокамм, мелоксивет, это будет снижать воспаление из самого стенки мочевого пузыря и обезболивать наше животное. Медикаментозная терапия это терапия, о которой я вам расскажу немножечко похоже, то есть это идут препараты успокоительные и также антидепрессанты. Гликозамин гликана, то есть гликозамин и хондроитин, это не плацебо, они хорошо-таки довольно-таки неплохо работают, восстанавливая слой защитной стенки мочевого пузыря. Это диета-терапия, которая является очень важной, потому что есть аминокислоты, ключевая из них это л-триптофан, л-триптофан, который я вам расскажу в контексте диеты, которую мы можем применять данным животным, и, конечно же, контроль сопутствующих состояний, поскольку идиопатический сосед имеет довольно-таки мультифактор, но правда в одноклассе, сопутствующие заваливания у нашего животного тоже могут быть. Почему же так все-таки происходит? Потому что изменения не зависят от эмоционального состояния и связаны с базовыми функциями, которые помогают животному адаптироваться во внешней среде и психологически выжить. То есть, как я уже сказала, какой-то минимальный стресс, допустим, это, когда вот, приведу пример банальный, мы поставили переноску перед кошкой, то есть переноска в свободном доступе кошки. Кошка видит эту переноску дома. Кошка уже привыкла ко внешней среде, она видит переноску, она туда заходит, мы туда можем положить какие-то игрушки, поставить мисочку, поставить корм. Она заходит туда, исследуя данную переноску, понимая, что это место, в которое она может прийти постоянно, это безопасно для нее микс. После этого кошка привыкла к переноске. Мы берем животное и сажаем ее в машину, то есть мы вывозим ее на небольшой дистанции. Я не беру во внимание сейчас ветеринарную клинику, возьмем просто таки машину. То есть стресс уже произошел, но стресс он минимизирован, он минимален для кошки. То есть можно взять, сравнить стресс, который возник от переноски плюс переезда плюс ветеринарной клиники. То есть это кошка, которая не приучена ни к переноске, ни к чему, то есть просто жила дома мы ее взяли и повезли в ветеринарную клинику. Уровень стресса шкаливает. Мы минимизируем стресс только тем, что кошка уже привыкла к переноске, мы ее просто перевозим. То есть воздействие стресса мы уже минимизировали. Если воздействие стресса минимальное, оно помогает животному во внешней среде выжить. То есть кошка уже понимает, это хорошо прослеживается в диких условиях, когда она понимает, что вот может там допустим другие дикие животные, что нужно понимать, что в каких-то ситуациях кошка может залезть на дерево, либо же прыгнуть и убежать. Помогает выжить во внешней среде. домашним кошкам данная адаптация не нужна, поэтому они более подвержены стрессу. Если стресс-фактор действует постоянно, это приводит к хроническому стрессу, к возникновению заболеваний, связанных с воздействием данного триггера. Как же все-таки терапия может проводиться для кошечек, которые подвергаются постоянному возникновению, постоянному воздействию стресса и стресс-индуцированным заболеваниям. Первое – это синтетические аналоги феромонов кошек. У наших кошек на мордочке есть вибрисы, которые железы, простите, железы, которые выделяют феромоны кошек. Они улавливаются еще с первой дни жизни кошки, когда она привылиза ваниматери, то есть запахи феромонов данных, они улавливаются кошек еще с первых дней, и таким образом запоминаются на ментальном уровне, когда мы даем феромоны, синтетические аналоги, феромоны улавливаются кошкой, и она чувствует себя в безопасности. Мы можем заметить, что животное постоянно, когда хочет, грубо говоря, пометить свою территорию, оно трется мордой, трется вот этими лицевыми железами, чтобы выделить эти феромоны, оно трется во внешние предметы. Таким образом оно метит территорию. Также важно сказать, что орган, который улавливает эти феромоны, он находится у кошек в области твердого неба. Это такая уникальная особенность. Вторым фактором является поведенческая терапия. Вот как вы видите, у каждой кошки должно быть достаточно ресурсов, то есть это модифицирование внешней среды. Достаточно ресурсов, чтобы она не чувствовала себя обделенной. Взаимодействие с владельцем, опять-таки взаимодействие только тогда, когда ваше животное этого хочет, а не когда вам захочет. И допустим, важно сказать, если у вас две кошки, то лодка должно быть три, либо же четыре, то есть чтобы у кошки было достаточно ресурсов для реализации своих потребностей, своих потребностей, которые были утрачены, которые были минимизированы посредством одомашнивания кошек. И также модификация различных возвышенностей, что очень любят наши кошки, и создавание условий, в которых кошка может охотиться. То есть мы можем стимулировать наше животное, чтобы оно охотилось. Бросание различных мышек, игрушек, либо же включение на телевизоре, либо же на айпаде, предметов, за которыми кошка может охотиться, также стимулирует охотничье поведение наших животных, которое заложено в них инстинктивно, то есть уже природа. Питание, диетическая модификация и медикаментозная терапия. Хотелось бы сказать о диетотерапии, которую обязательно нужно назначать кошечкам с поведенческими нарушениями. Две факторы, которые влияют на поведение кошек, и которые нужно обязательно добавлять в рацион животных, на которых построены в состав, включены, грубо говоря, в состав сам лайт-версий успокаивающих препаратов для кожи. То есть мы всегда стремимся не назначать антидепрессанты, которые, допустим, те же силозы, которые воздействуют на обратный захват серотонина при проехании, то есть воздействуют на головной мозг, и действия, которых мы сначала начинаем с более легких препаратов. Если мы начинаем с диеты, то мы должны понимать, что два препарата, первый это гидролизированный молочный белок, альфа-казазепин, и второй это эль-дриптофан, аминокислота, которая также является предшественником серотонина, то есть это эндорфин, это гормон радости. Сейчас вы можете увидеть, что данные, было доказано, что данные вещества последствиям биохимических реакций, они воздействуют положительным образом на мозг, на мозг животного, воздействуют на габарецепторы, вырабатывая габарецепторы, продукт, которая также влияет успокоительно на животное. Итак, разберемся по состояниям и по тому, какие же все-таки компоненты в корме. То есть меня порадовало, что на рынок вышел сейчас корм реаконинкал, который может профилактировать и убрать состояние, индуцированное со стрессом, воздействуя на все системы организма. Первое, как я уже сказала, это эльтепрофан и это гидролизат молочного белка кошек. Это контроль стресса. То есть вы понимаете, что ваша кошка склонна к стрессу, можно ее уже сажать на диету. Второе, это кожный барьер. То есть дополнительно к снижению стресса в диету животного добавлены ненасыщенные жирные кислоты, приставленные маслом огуречником и которые возобновляют кожный барьер. Тем самым уменьшая зуб, тем самым возобновляя защитную функцию кожи. Также это витамины группы В и аминокислота гистезин. Поддержание ЖКТ. Как я уже ранее говорила, это то, что на фоне стресса у кошечки может возникать нарушение желудочного кишечного тракта, как правило, это синдром раздраженного кишечника. Чтобы это профилактировать, мы можем добавлять в рацион протеиды, но это протеины, которые легко усваиваются в организме животного. То есть организм животного не тратит дополнительного усилия на то, чтобы переварить корм. Эти усилия идут на восполнение всех нужд организма и на борьбу со стрессом, если же стресс-фактор постоянен. То есть ему не нужно переваривать корм, дополнительно тратя на это усилие. Второе это фосфолипиды и пищевое волокно, которое также нам помогает нормализовать перестальку желудочно-кишечного тратка. Также важной функцией является это выведение комков шерсти, поэтому добавили клетчатку. Клетчатка представлена псилюмом, простите, пожалуйста, это порошок подорожником, который является на сегодняшний день идеальным для кошек, идеальным источником клетчатки. И СО-индекс, который профилактирует возникновение струевитов различного генеза, тем самым профилактируя возникновение повреждений слизистой мочевого пузыря, возникновение циститового кожи. Итак, показания к назначению данной диеты. Это любая стрессовая ситуация. Мы можем назначать при любой стрессовой ситуации, если мы понимаем, за две недели у кошки будет переезд какой-то, мы уже можем назначать животного, постепенно переводить на каун диету, противопоказаний у нее как таковых нет, только беременность в актации период роста, когда нам нужна дополнительная энергетическая емкость диеты, то есть повышенная калорийность, повышенная нутриативная ценность. Если это физиологический образ жизни, у кошки мы можем назначать нашу диету на месяц как минимум так точно, если мы планируем какое-то событие, которое для кошки может быть потенциально стрессовым. Также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при геноматологических состояниях, при различных состояниях мы выделены системы, связанные с влиянием стресса. Как я уже сказала, состав диеты отлично адаптирован под нужды животного, довольно-таки высокое количество протеинов, сбалансированное количество жиров, что очень важно для кошек, для полноярных животных, метаболическая энергия довольно-таки модифицирована, что соответствует нужным животным, то есть они не набирают вес, не поддерживают вес на диете довольно-таки длительное время, поэтому если ваша кошка, ну вот знаем мы, что кошка подвержена стрессу, можно на этой диете в принципе сидеть постоянно, потому что по всем аминокислотам, по белковым составляющим она абсолютно сбалансирована. И сейчас эта табличка, она для меня является очень важной, потому что вы ее можете себе заскринить, либо же я отправлю в презентациях она будет в доступе, это антидепрессант. Мне очень хочется сказать, что не нужно этого бояться, у меня довольно-таки большое количество кошек, как с дерматологическими состояниями, так и с идиопатическим циститом, которые принимают антидепрессанты. Опять-таки нам нужно понимать, какое состояние у кошки и какой антидепрессант нам выбрать. Если мы хотим более быстрого эффекта, мы можем начать с банального габбентина, который также убирает нейромышечную боль, здесь важно, простите, нейрогенную боль у людей он убирает, и также у кошек, но он также снижает тревожность у животных. Как я вам уже говорила, если, допустим, конкурентно есть нейрогенная боль у животного, которую очень тяжело диагностировать, мы можем назначить данный препарат. Поскольку я вам уже говорила, что порочный круг эндорфинов, кошка начинает себя вылизывать, боль убирается, боль либо же дискомфорт, дискомфорт это зуб, который наблюдается при психогенной аллопеции, либо же это нейрогенная боль, либо же боль как в данной области. И высвобождаются эндорфины, когда убирается боль, ну это понятно. Кошка не может остановиться, она себя начинает вылизывать. Добавляя галлопентин, мы этот круг грубо говоря останавливаем, что снижает самоповреждающее поведение окошки. Вместе с тем мы можем назначать антидепрессанты. Препаратами выбора являются амитриптилин, в гуманной медицине это довольно-таки старый препарат, но он очень эффективный. Это трициклический антидепрессант, относится к группе трициклических антидепрессантов, хорошо себя зарекомендовал при тревожности, при повышенном страхе у кошечек. И он незначительно седативным обладает действием. Как таковых побочных эффектов у любого антидепрессанта нету, но они всегда точнее могут быть, но они очень вариабельны, потому что если допустим открыть инструкцию к любому антидепрессанту, то побочные эффекты могут наблюдаться со стороны абсолютно любой системы организма. То есть у людей описаны аллергические реакции, в первую очередь это сыпь, какая-то крапивница, у кошек это отмечается редко. Как правило у кошек это может быть либо же седация, чрезмерная седация, здесь опять-таки дозозависимость. То есть мы всегда начинаем с минимальной дозы. Постепенно, очень постепенно там по одной десятой недели мы эти таблетки наращивают дозу на протяжении двух недель. Опять-таки хотелось бы сказать, что не ждем эффекта быстрого, ждем две недели хотя бы, чтобы дойти до какой-то среднеэффективной дозы терапевтической и увидеть эффект от препаратов. у кошек, вернусь к побочным эффектам, у кошек может наблюдаться рвота диарея, тогда мы уже думаем о том, чтобы отменять данный препарат, либо переходить на препарат другого группы. Из антидепрессантов также хорошо использовать препараты из группы СИОЗов. Самым таким используемым является флооксетин. Здесь важно сказать, что нам важно не передозировать данный препарат, потому что никто не отменял закачественного серотониного синдрома, который проявляется чрезмерной ажитацией, то есть чрезмерным захватом серотонина, высвобождением нейротрансмиттером и усугублением состояния. Данный препарат мы назначаем опять-таки в дозировке 0,5 мг на килограмм каждые 24 часа. Если нет эффекта, можно даже на двухразовое введение переходить. Лучше все-таки раздробить эту капсулу, потому что он выпускается в капсулах, либо же в таблетках, но я бы все-таки использовала не украинские препараты, а препараты, которые более очищенные, то есть все-таки оригинальные препараты. Они идут в дозировочке 20 мг, поэтому делить довольно-таки неудобно, но возможно. Также из сиозов можно использовать флаволоксин, это с той же группы, сетралин хорошо себя зарекомендовал, и из препаратов, которые можно использовать, также бензодиазепинов в ряде препараты, это лучше всего брать кланазепан. Он довольно-таки длительного действия, то есть 6-8 часов это нормальное действие для бензодиазепинов. Мы не используем, по крайней мере, стараемся не использовать диазепан, потому что уже было доказано его гепатотоксичность для кошек. Гедазепан, который в принципе на данный момент очень легко нам доступен, тоже лучше не использовать. Также можно использовать сетралин, но все-таки это не препарат первого выбора, потому что побочные действия наблюдаются со стороны нервной системы довольно-таки чаще. Хорошим препаратом для людей это является минлококсин, то есть он кроме серотонина он еще захватывает и адреналин, но у кошек лучше его все-таки не использовать, во-первых, он не изучен достаточно для применения на кошках, потому что возникновение серотонинового синдрома злокачественного довольно-таки выше. данную табличку вы можете взять и по действующему веществу назначать препараты кошкам, не боясь на самом деле, не боясь, потому что уже было доказано, что переносимость данных препаратов довольно-таки хорошая животная. И вы знаете, если же мы берем на весы ставим два состояния, кошка в постоянном стрессе, кошка постоянно чувствующая дискомфорт, что потом влияет абсолютно хочу еще раз повториться, тысячу раз повториться на все системы организма, принимающие антидепрессанты, которые хорошо переносятся, было довольно-таки много публикаций, которые подтверждены. Подтверждена всемирная организация кошачей медицины вы можете увидеть, что такие препараты, фолоксетин, пароксетин и септролин, которые не лицензированы для применения для кошек, но лицензированы для применения у людей, они не влияют на систему печени, поскольку у кошек с прошлой лекции знаете, что у них мало недостаточности различных ферментов печени, они не влияют на эти системы, но все же данных мало, к сожалению, на сегодняшний день, но переносимость у них хорошая. И вот мне бы хотелось сказать, если вернуться к нашим весам, то если на одну сторону поставить состояние постоянной тревоги, на вторую сторону поставить применение антидепрессантов, то я считаю, что всегда лучше применять антидепрессанты, жить нормальной качественной жизнью, и качественная жизнь для животного это всегда то, чего мы пытаемся добиться, потому что даже бывает так, что чрезмерная агрессия у животных приводит к афтаназии животного, но мы-то можем на самом деле легко контролировать. Здесь вы видите данные дерматологического исследования и данные различных препаратов, которые использовались у животных с самоиндуцированной аллопеции. Такие масштабные были исследования, которые я взяла именно на этом состоянии. И вот вы можете увидеть животных, которые принимаются здесь гавапентилы в основном с различным. Ну, конечно же, мы никогда мы берем под контроль стресс и никогда не выпускаем с нашего внимания коморбидное заболевание. В данном случае это была психогенная аллопеция, то есть животным назначались антидепрессанты. вот вы видите группы кошечек, не группы, простите, а конфетные животные, то есть назначались диеты, назначались препараты гипетероаппаратного захвата сериотанина, назначался габапентин и вместе с тем, конечно же, препараты по типу апопеля, которые брали под контроль атопический драматит. но опять-таки хочется повториться, что психогенную аллопецию мы всегда ставим уже это уже явно исключение наше животное. Но вы можете результат в принципе налицо вот один перед началом лечения и через год после лечения. Важно мне также сказать, что антидепрессанты мы назначаем постепенно и постепенно их убираем. Курс должен быть хотя бы месяц это минимум. То есть две недели препараты нужно только чтобы разогнаться, потом эффект мы видим через месяц, ну и хотя бы на три месяца, на полгода назначать их можно. Но с постоянным, конечно, контролем, ну ежемесячным контролем бейтмишки, показатели красной крови на окошке. Ну вот видите код 7, код 8, также ну просто суперрезультаты, в которые возвращаемся к нашим весам. Что лучше жизнь постоянной тревоги с самоиндуцированной палопецией и абиссивно-компульсивными расстройствами, либо же качественная жизнь с применением диеты терапии, применением медикаментов. Вот это заключение к язвенному дерматиту кошек. важно сказать, что как только были изменены условия обитания кошек, что является ключевым, то есть мы начинаем изменять факторы внешней среды, тут прекратится в течение уже двух дней у всех кошек, после этого поражения кожи быстро зажили, последующие дни шрамы могут быть, могут не быть, но это уже не столь важно для нас. У всех кошек кроме наблюдались улучшения состояния, для этой кошки владельцы не изменяли условия окружающей среды, что очень важно заметить, поэтому терапия была безуспешной. У 12 из 13 кошек симптомы клинические не рецидивировали во время наблюдения, строк которого составлял от 12 до 24 месяцев, то есть целый год применялась терапия кошкам. Спасибо за внимание, я эту презентацию сделала с огромной любовью к нашим животным, потому что тема для меня довольно-таки важная. Я хотела бы сказать, что тему я исследую в контексте человеческой психиатрии, которую я стараюсь довольно-таки изучать на собственном применении данных препаратов и на результатах клинического исследования. Во-первых, у людей проецирую это все на гуманную медицину, поэтому если у вас есть такие животные, я буду очень рада вам помочь и буду рада обратной связи. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо.